привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами сегодня хочу рассказать вам о remaster сис с помощью данной утилиты вы можете создать свой дистрибутив linux с вашей уже установленной системы вот и ссылочка здесь подробное описание инструкция данного приложения но как бы здесь по сути все банально просто и ясно тут ничего сложного нету есть команды для установки но они актуальны для 1204 ubuntu 1404 то есть для старых версий нам же интересно вот это вот ссылочка нажимаем на нее и по этой ссылке у нас доступно несколько версий данного приложения выбираем естественно последнюю и здесь два пакета первый пакет remaster сис 3062 all debian который занимает 3 мегабайта данный пакет это консольной версии приложения то есть если мы в терминале введем ремастер да уже мастер мастер добавлю tab нажал tab в общем да забыл судом судары мастер сис введу пароль и вот мы собственно меню данных данной консольной утилиты и здесь у нас сразу набор команд записанием для чего они служат первое судары мастер сис бэкап это команда для создания бэкапа судары мастер сис бэкап кастом миссу данная команда используется для того чтобы сделать лайв сиди либо 9 бэкап в общем и запаковать это все дело в кастом миссу судары мастер сис клина данная команда используется для того чтобы очистить ваши временные файлы то есть очистить директорию утилиты которые хранятся временные файлы и создаваемый вами образ судары мастер сис диск это команда для создания лайв сиди 9 дистрибутива вашей системы судары мастер сис диск сиди fs эта команда используется для того чтобы записать дистрибутив только в вашей файловой системы судары мастер сис диск и сокастом и сам эта команда используется для того чтобы сделать и сам дистрибутив под названием кастом миссу но скажем так эта команда используется вместе с командой сиди fs то есть возможно запаковать дистрибутив если уже сиди fs есть в наличии ну как бы в принципе достаточной консольной версии но скача 52 килобайта установив дополнительный пакет мы получаем еще графический интерфейс для данного приложения собственно меню ремастер сис запускаем опять же таки вводим наш пароль суда и предупреждение которому советую следовать если у вас открыты какие-то приложения окна советую вам закрыть перед запаковкой ваша дистрибутива ну и по сути здесь все те опции которые были в консольной утилите backup dist создание дистрибутива distcdfs dist iso и очистить очистить временные папки программы также здесь ниже можно выбрать фон загрузочного меню которое вы наблюдали в моем первом видео до многие немножко недопоняли почему я так не очень подробно рассказал ну скажем так решил первое видео сделать таким вступительным а далее скажем так ну рассказать более-менее подробно ну за решил выпускать серию дневников о том чем я занимаюсь что я делаю ну и это будет выходить в произвольном формате да как это мне интересно и удобно но то это и видео дневник фон загрузочного меню установленной системы можно также выбрать далее скопировать настройки пользователя для использования их по умолчанию по умолчанию если вы запустите дистрибутив режиме life там не будет пользователя и при попытке ввести пользователя и пароль вам будет выдавать ошибку если вы хотите использовать дистрибутив созданный с помощью данной утилиты вам нужно скопировать настройки пользователя это ключевой момент если вы планируете просто где-нибудь потом установить с образом можно этого не делать фон графического экрана загрузки можно выбрать также имеется раздел настроек в котором можно настроить папку куда ложить наш образ имя файла метка диска имя пользователя вот по умолчанию нас все-таки я немножко ошибся нас пользователь кастом но опять же таки не всегда срабатывает не во всех вариантах если вы запаковываете дистрибутив полностью системы скажем так и вопросы есть это еще в последующем видео я дам полный ответ по поводу и пользователя для дистрибутива можно добавить файлы для исключения если у вас есть какие-то данные которые вы не хотите распространять вашем образе сайт программы можно добавить ваш сайт типа как вы разработчик данного дистрибутива почему бы и нет вот информация о процессе здесь будут отображаться все выполняемые команды надеюсь теперь рассказал подробно и завтра следующем видео мы уже поговорим об установке дистрибутива с диска об использовании в лайв-режиме как по умолчанию без копирования настроек пользователя использовать дистрибутив в как использовать с копированием настроек то есть поговорим более подробно возможно будет там ни одно видео возможно разобью на несколько выпусков в общем занимательное приложение ссылка на инструкцию было вчерашнем видео будет и в сегодняшнем думаю будет и завтрашнем как бы ссылаюсь я на эту статью на этот источник пускай будет спасибо за внимание до новых встреч до завтра друзья надеюсь вам нравится такой формат подписываемся на мой youtube-канал лайкаем комментируем вступаем обязательно нашу группу вконтакте мой twitter и telegram как всегда к вашим услугам в общем до завтра будем устанавливать тестить пока пока